Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаем недельную главу исследовать Ницовим. Не мы, конечно, мы только повторяем слова великих мудрецов. Итак, начинается глава какими-то интересными словами. Вот вы стоите сегодня перед Всевышним. Что здесь имеется в виду по словам стоите, надо тоже разобрать. И вот смотрите, как заканчивается прошлая глава. Что вы все, что вы имели успех во всем, что будете делать. А здесь начинается вы стоите сегодня перед Всевышним. Вот есть очень интересные мудрецы показали такую связь между этим. Здесь употреблено в заключительном фрагменте недельной главы Китова слово Таскилу. Таскилу обычно переводят в контекст, чтобы иметь успех, чтобы преуспеть, для того, чтобы преуспел. Но есть еще другой перевод. Вдумайтесь, прикладывайте условно мозги. И вот если мы и воспользуемся таким переводом, то здесь будет потрясающая связь между окончанием прошлой главы и началом нынешней. Итак, вот смотрите, как потрясающие люди, наши мудрецы провели мостик здесь. Если вы будете вдумываться во все, что делаете, если прежде чем что-нибудь совершить или сказать, вы обмозгуете возможные последствия своего высказывания или действия, вы скорее всего не допустите промаха. И будут большие шансы, что все ваши слова и поступки будут верными. И тогда не будут нарушений и так далее. То есть сегодня вы стоите здесь, раскрывается немножко другой частью. Для того, чтобы успех. Вам нужен успех. Вы хотите успех. Все хотят только хорошего. Но как? Вот дорогу я вам показываю, а вы идете не туда. Написано, не бойтесь чаще включать мозги и не стесняйтесь ими пользоваться. И не надо для этого быть каким-то выдающимся профессором. Голова на плечах в принципе есть у всех. Главное не забывать, чтобы она должна работать. И тогда слово стоять здесь идет. Вы сумеете выстоять в сложных ситуациях и останетесь стоять, когда откроется Всевышний и будете стоять, когда другие упадут. Так написали мудрецы. Там еще хуже написано. Вы устоите, когда остальные сгорят или исчезнут. Почему еще переводчики слово тоскилы все же связывают с успехом? И здесь мудрецы говорят, что не просто так. Потому что успех не должен им схужить голову. Некоторые достигают успеха замечательно, но там на этом и ломаются. Надо и в этом случае стоять на ногах. Вот это настоящий успех. И обратите внимание, Бог все время говорил нам весь год. Делай заповеди, то-то, то-то, и у тебя будет так, как нужно, так, как правильно. Но почему человек не делает? Говорят, почему мудрецы, там, извините, видели люди чудеса и золотого тельца и так далее. Да очень просто. Человек вот берет коробочку от сигарет, там написано, курить вредно умрешь. А он же курит. А почему, кажется, куришь узабредятина такая? Ведь я же ясно вижу, что здоровье здесь может пострадать. Поэтому еще дальше идет Маше здесь, когда разговаривает с народом. Он говорит, жизнь и смерть предложили я тебе. Благословение и проклятие. Выбери жизнь, чтобы ты жил и потомство твое. То есть, что он говорит? Он открывает великую-великую тайну, что, исполняя заповеди, ты определяешь не только жизнь свою, но и жизнь своих детей, своих потомков. Это длинное-длинное поколение. Абухацеров, великий такой был мудрец. Он автор книги «Абир Яков». И он говорил, что месяц Элул, вот сейчас, в котором мы с вами находимся, это время, когда человеку необходимо исследовать, другого пути нет. Сесть и исследовать свои поступки. Проверить, на какой вот этой точке я нахожусь. Не с точки зрения дохода или еще работы, пристиг, не знаю чего. И даже не с точки зрения потери. А с точки зрения духовной лестницы, самой важной для человека. Здесь два принципа, я все говорят. «Скрытое Богу Всесильному» написано, называется оно «скрытым», потому что только Бог знает, что человек думал там, и все видят, что этот человек сделал, и что он при этом думал, знает Бог. Это «скрытое Всесильному» написано. «Открытое» нам и нашим детям написано. Поэтому здесь есть интересная тоже вещь. Если взять слова «Богу Всесильному нашему, открытое нам», можете проверить. Из первых букв на иврите получается слово «элул», в котором мы находимся. И выводы здесь, мы уже давно и говорили, еще раз повторю просто. Сказали мудрецы, надо обязательно, без самоанализа, без четкого анализа того, что с тобой происходит, без взятия планов на будущее, нам сложно выстоять на суде. А вот если мы сделаем это, совсем другой подход будет и к нам. Мы такие, знаете, перспективные пользователи. Мы на следующий год имеем какой-то хороший план. И последнее, что я просто каждый день повторяю, потому что нам это повторяли. Есть такой пароль, с которым можно все-таки в суде всегда в Рушишана победить. Это улыбка. Это улыбка, особенно улыбка, которую ты не только сам улыбаешься, но и даришь другим. Написано, если что, в эти 12 дней. Если мы сумеем сделать так, что какое-то количество людей благодаря нашим действиям улыбнется, приговор нам будет намного лучше. Брахава и от слаха. Всем смайл. Брахава и от слаха.